Басмиллах, альхамду лиллах, ассалату ассаляму али Расулли Ллах, амнаба'ад, ассаляму алейкум, арахмату Аллах и Та'аля, а баракату. Слушал твой ролик, Абдуллах, в котором ты затронул две темы. И это у нас две фундаментальные темы. И в обеих из этих тем ты ошибся. Но можно было бы же хотя бы в одной из них не ошибиться, но ты по-любому свое сделал. В этом мире столько нечисти, грязи, несправедливости творится, о которой ты молчишь. И ты не нашел большие проблемы, чем придираться к словам Идриса Асадулаева, которые тысячами молодых людей собирают на утреннюю молитву. Что опять-таки доказывает, что ты хариджит. Почему? Потому как именно выискивание недостатков даже в тех местах, где их нет, как это случилось в данном случае, это и является признаком хариджитов. Теперь о твоем ролике. Ты включил отрезок, фрагмент из видеоролика Идриса Асадулаева, суть которого после полноценного просмотра ролика такова, что нельзя отвращать людей от Ислама своими действиями. А ты с этим не согласен. Ты требуешь какой-то довод, спрашиваешь, какой ученый так сказал. Когда как посланник Аллаха С.А. говорит Вы облегчайте и не усложняйте. Вы радуйте и не отвращайте. Это настолько известная и понятная вещь, что даже об этом говорить и доказывать не нужно. Оказывается, ты даже это не знал. Я же тебе говорил, Абдулла, если ты что-то не знаешь, ну спроси до узнающих людей. Вторая тема. Ты сказал, что религия Ислам не является религией мира. И у меня теперь тебе вопрос. Ты вообще про какой Ислам говоришь? Если ты говоришь про тот Ислам, с которым пришел Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб, конечно, мне с тобой уже не о чем говорить. А если ты говоришь про тот Ислам, с которым пришел посланник Аллаха С.А. Мухаммад Ибн Абдуллах, то ты в корне ошибаешься. Потому как посланнику Аллаха С.А. был несползан следующий аят. Ты ответь на зло тем, что лучше. И тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя твоим близким другом. Но тебе это все равно не понять. Почему? Потому как твой идеал это Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб, который убил всех людей в Таифе, которые не приняли его. Он не то чтобы убил, он уничтожил всех поголовно. стариков, детей. Ты же знаешь, Абдулла, что он резал младенцев в награде своих матерей. Почему ты об этом молчишь? Конечно же тебе религию Ислам, с которой пришел Мухаммад С.А. тебе не понять. А как поступил посланник Аллаха С.А. в подобной ситуации в том же городе Таифе, когда его изгнали из этого города, когда его закидали камнями. Как он поступил? Всевышний Аллах отправил к нему ангела с вестью, что если Мухаммад пожелает С.А. что он между этими горами, между двумя горами, зажмет этот весь город? Что посланник Аллаха С.А. сказал? Он сказал, нет, я надеюсь, что из этого города выйдет хоть один человек, который скажет, «Ля Илляха Илляллах», который будет поклоняться Всевышнему Аллаху. Вот наш идеал. Вот Ислам, о котором мы говорим. Абдуллах, я тебе говорю, ты не давай оценку действиям больших истинных алимов согласно вашей религии. И мне остается лишь только сказать тебе и подобным тебе. Как Всевышний Аллах в Коране говорит, «Бисмиллахи рахмани рахмани, лакум динукум валиядин». Вам ваша религия, а мне моя. Ассаламу алейкум.